Редкая монета Украины 1 гривна продалась на Виолите за 40 тысяч гривен. Много у кого дома есть вот такие шкатулки с мелочью, монетами Украины или возможно вот такие мешочки или даже копилки. Редкие монеты Украины могут найтись прямо у вас дома. Привет, это канал Фартовый Коллекционер, меня зовут Алекс. И в этом видео я отвечу на вопросы, почему такая цена на эту 1 гривну монетой, где нашли эту монету, сколько стоит редкая монета Украины и кому продать такую монету. А еще в этом видео будет розыгрыш денег 100, 150, 200 гривен на счет на Виолите. Условия участия смотрите дальше. Ну что, поехали? Наверняка каждый из нас мечтает найти в своей копилке или кошельке дорогую и редкую монету Украины. В этом видео я расскажу, как ее продать и на этом хорошо заработать. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы потом не забыть. И поддержите лайком, вам не сложно, а мне очень приятно. История создания украинских монет интересна и покрыта тайной. Вот эта монета 1 гривна 1992 года была продана на сайте Виолити за 40 тысяч гривен. Чем же она уникальна, спросите вы? Давайте начнем сначала. Декабрь 1992 года. Начата работы по изготовлению пуансонов первая в истории Украины монеты 1 гривна. Пуансон – это одна из основных деталей инструмента на производстве монет. При штамповке пуансон оказывает непосредственное давление на обрабатываемый материал. Производство пробных монет Украины происходило на Луганском станкостроительном заводе, первом монетном дворе Украины. Дорогими считаются все гривны 1992 года. Они бывают с разными гуртами. Эта, которая была продана, считается одной из первых. Давайте разберем ее более детально. Несовершенство оборудования в то время не позволяло сделать более острые треугольники на рисунке монеты. Приза, которой гравировались маленькие треугольники в каштанах, оставляла в них радиусы, скругленные углы. И попытка сделать их более острыми привела к разрыву одного из треугольников. Поэтому после пробной чеканки гривны из разных металлов, это латунь, нержавеющая сталь, алюминий и медь, работу пришлось полностью остановить. Сейчас эти гривны крайне редки. Кстати, я показывал гривну из меди на своем канале. Правда, там не 1992 год, а 1995 год, и она была сделана позднее для коллекционеров. Одна гривна из меди, которую вы сейчас видите, из коллекции составителя каталога про монеты Украины Максима Загреба. Вот этот каталог. Я рекомендую его всем, кто хотел бы визуально посмотреть на очень редкие и интересные памятные монеты Украины. Ссылку, где можно купить эту книгу, я оставлю в описании. Ну, это штемпель точно такой же, как обычная гривна 1995 года. То есть там он ничем не отличается. 1995 и 1996, да? Да, да. Ну, одинаковый штемпель. Ну, вернемся к истории нашей монеты. Срезав маленькие треугольники, смастер пуансона решили нанести их вручную. И работы по изготовлению пуансона начались. Вот так выглядит эта монета, без треугольников. Ее стоимость может быть значительно выше той, что продавалась на Виолите. Кстати, именно на этом сайте я рекомендую выставлять редкие и дорогие монеты Украины. Есть форум, на котором можно рассчитывать на комментарии и обратную связь от многих коллекционеров по теме монеты Украины. Но уже в середине 1992 года из Англии прибыли пуансоны и матрицы, и проделанная работа была неактуальна. Именно эти монеты считаются пробными и редкими. Вот почему на них такая цена. Свои монеты я собираю вот в такую папку. Гривны 1992 года у меня пока нет. Так что если у кого-то из подписчиков есть, я готов купить. Ну, вариант, конечно, попроще. Например, с гуртовой надписью 1995 года. И, кстати, передаю теплый привет всем тем, у кого есть 1 гривна 1992 года в коллекции. Ну, вы счастливчики. Друзья, специально для канала Фортовый коллекционер я показываю, как выглядит монета 1 гривна 1992 года. Она у меня хранится в альбоме. А где же нашли вот эту монету, которая выставлена на Виолите? По словам продавца, который из Киева, монета хранилась у родственников довольно долго. Ее не приняли в магазине. Так как у нее нестандартный вес, она толще, она сделана на толстой заготовке. И ее положили в шкатулку. Подобная история была с бракованной банкнотой 50 гривен, которые не приняли на базаре, посчитав ее подделкой. Она оказалась бракованной. И ее продали за 5000 гривен на Виолите. Посмотрите видео по ссылке или в подсказке в описании. После этого случая я всегда проверяю 50 гривен на вот такой вот брак. Вы можете получить 50 гривен, если у вас нет карточки монобанка. То по ссылке в описании можно бесплатно оформить карту. И вы и я получим по 50 гривен на счет. А карточку вам доставят домой бесплатно. Будет такая вот поддержка канала с вашей стороны. Очень рекомендую, так как постоянно пользуюсь картой как у нас в Украине, так и в поездках за границу. Не нужно менять валюту, а когда расплачиваешься картой, она конвертируется и довольно по хорошему курсу. Выгодно, не нужно искать обменку. Ну, как и обещал, переходим к конкурсу. Я разыграю три подарка. Это 100, 150 и 200 гривен на бонусный счет на сайте Виолити. Для ваших ставок, ну или заказа рекламы на ваши лоты. Условия очень простые. Поставьте лайк этому видео, ну это по желанию. Но обязательно оставьте один комментарий. И так как среди комментариев будет определяться победитель. И обязательно подпишитесь на канал Виолити. Ссылочка будет в описании. Это будет проверяться. И как только видео наберет 2000 просмотров, я проведу розыгрыш в прямом эфире. А если вы досмотрели до этого момента, пишите свои комментарии, начиная со слов «Бабки в шапку» или «Фартовый коллекционер» – наш флешмоб по традиции. Ну что ж, всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok